МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Сейчас идет рождественский пост. Многие наши соотечественники, наши современники боятся поститься, не хотят, не любят. Некоторые боятся, что ослабеют поста. Некоторые по этой причине думают, что и дети их ослабеют, поэтому не приучают их к воздержанию. Мы сегодня расскажем историю о юношах, которые постились невольно, однако же во время поста воздержание сохраняли телесную крепость и душевную бодрость более тех, кто питался в сластях и в роскоши. Речь идет о пророке Данииле и трех его спутниках в плену в Вавилонском о Нании, о Зарии и Мессаиле. За 600 лет до Рождества Христова еврейский народ подвергся о пустошительном нашествии и был уведен в плен. В плену оказались и грешные, и праведные, и священники, и простолюдины, и цари, и князья, и простых львопашцы. И вот святой пророк Даниил попал туда тоже в плен, и вместе с ним отобрали трех смышленых юношей. Звали их, повторяю, Анания, Азария и Мессаил, и дали им там свои вавилонские имена новые – Сидрах, Мессах и Авдинаго. Эти юноши были смышленые, схватывали на лету всякую премудрость, и поэтому их учили как раз при дворе царя астрономии, медицине и прочим-прочим премудростям для того, чтобы со временем сделать их вельможами. Но поскольку на такую высокую степень их поставили, необходимо было давать им пищу с царского стола. Это был знак царской милости. Вино, различные яства, все и нужно было им носить. Они же были правоверными иудеями и строго соблюдали закон о пище. Не могли они есть то, что ел языческий царь. Это было для них скверно и противозаконно, поэтому они просили начальника телохранителей, чтобы он приносил им овощи и воду. Тот, конечно, хотел пойти им навстречу, однако боялся. «Если вы будете худы, слабы и бледны, то царь снимет мне голову», – сказал он. «А ты проверь и испытай нас», – говорили ему святые юноши. «Ты ешь сам или делись с кем угодно тем, что будешь нам приносить от царя царского стола. Нам же давай то, что мы просим». Прошло некоторое время, и к великому удивлению царедворцев, знавших эту тайну, начальника телохранителей, юноши были румяны, крепкий телом, душа веселой и не чувствовали никакого дискомфорта от воздержания от тех сладких и вкусных брашен, которые приносили им со стола царя. Это прекрасный пример библейский того, что с Божьей помощью и по Божьему благословению вода и овощи, хлеб и каша человеку бывают полезнее, чем всякие выдумки гастрономические, которые приманивают к себе человека, но здоровья ему не дают. Три этих человека и пророк Даниил вообще прославились многими вещами. Они были брошены в печь огненную, в которой ангел Божий их сохранил, и много чудесного было еще в их жизни, о чем повествуется в библейской книге пророка Даниила. Но время нам не позволяет продолжить беседу, и мы вынуждены ее заканчивать. Мы поздравляем носящих имя Даниил, а также Сидрах, Месаха. Одиного, конечно, у нас нет таких имен, но Анания, Азария и Месаил, последнее имя есть одна из форм имени Михаил, у нас, безусловно, встречаются. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова